Так, четвертая часть подробного обзора, пол сезона прошло и можно делать уже какие-то промежуточные выводы, чем я и занималась в предыдущих трех частях и сейчас продолжу. В прошлый раз мы остановились на моем огородике. Огородик продолжает развиваться и, в общем-то, я двигаюсь к своей цели и даже уже чего-то достигаю. Смотрите, какие полосатики у меня. Кабачок-зебра. Очень большой кабачок. Конечно, в эту бочку, учитывая размер всего моего огородика, да и садика в целом, лучше патиссончик сажать. Патиссончики, они более компактные в кустике и я люблю, на самом деле, патиссоны не меньше, чем кабачки. Так, ну что, лучок. Сейчас я проберусь сквозь кабачок, пробралась. Лучок. Ну, кое-что пошло в стрелку, но, тем не менее, лучок растет. Он был посажен плотно и, в общем-то, больше на зелень. И я прореживаю, прореживаю. Что-то мы еще едим. Даже вот такой уже, можно сказать, полегший жухлый лук. Он до сих пор еще вкусный. Вот он такой вот уже кое-где нарастает. Это уже можно прямо есть. Маленькая луковка, но все-таки луковка. Моя высокая грядка наполняется. Вот соседи стригут газон и отдают мне траву. И я сюда ее собираю. Пока так. Пока так. Я думаю, что с голоду мы не умрем без собственных овощей. Столько лет до этого не умирали. Но все-таки свои овощи, это замечательно. Потихонечку щиплю базилик. Вот так он пахнет. Но мы его не так активно едим, поэтому одного кустика более чем достаточно. Он уже даже в цвет пошел. Надо будет подрезать, подкормить и снова его в пищу употреблять. Тем более, лук сейчас тут уже освободит пространство. Перчики. Перчики немножко покоцаны слизнями. Немножко изрядно. Но тем не менее, надо будет сюда, конечно, добраться и здесь поохотиться получше. Прячутся они вот в луке. Здесь под досочками, под этими прячутся. Ну, ничего. Ничего. Справляюсь. Я в предыдущей части вам говорила, что со слизнями у меня уже не так все напряженно. Справляюсь. Водоемчик мой с хеноплектусом. И вот у меня 4 луковицы эксибишина. Ну, конечно, это не то, что должно быть. Но ничего. Даже вот для начала я считаю, что очень даже. Петрушку. Петрушка, которую мы почему-то не едим. Горох надо съесть. И все уже, наверное, новое можно посеять. Моя экзотика. Экзотика растет. Это артишок. И тут я вычитала про него. Кстати, тоже слизни его едят. Потому что здесь вон какие заросли. И здесь надо разбирать тоже этот супчик, эту солянку сборную. И вычитала про него, что его можно зимовать в погребе. Можно выкопать и поместить в погреб. И на следующий год уже больше шансов будет, что вырастет. Вырастет. Так, вот в том ящике шпинат. Но шпинат не удался. Сразу пошел в стрелку. Ну и ладно. Ну и ладно. Зато мы прекрасно поедем. Кресс-салат. Руклу. Вот я уже снова посеяла. Все было в ведерках. Кинзу. Все замечательно росло. И вот здесь вот у меня растет морковка по-английски. Не знаю уж, что тут вырастет. Ну, может что-нибудь и вырастет. Почему нет-то? Вот смотрите, как хорошо здесь в бачке. Ну, как минимум красиво. Да, то есть вот на мой вкус. На мой вкус, опять же повторюсь. Что все это на мой вкус. И все это получается достаточно декоративно. Цель была огородика не сколько еда. Хотя это, конечно, приятно. Свою, как минимум, зелень есть. Да, свои кабачки. И может быть даже перчики. Может быть даже. Не знаю. Вот, это приятно. Ну, цель была, в общем-то, больше декоративный такой огородик создать. Потому что садик создается. Воплощение этой мечты. Мечты какой? Мечты об английском коттеджном садике маленьком. И это атрибут, непременный атрибут большинства английских садов, как я уже неоднократно говорила. Ну вот, вот так развитие получил мой огородик. И я думаю, что все будет у нас с ним хорошо. Ну вот, соляночка моя сборная. Сейчас я вам расскажу, что у меня здесь и что я собираюсь с этим безобразием делать. Здесь хризантема. Не знаю, оставлять, не оставлять. Под вопросом. Горец, который ползучий. Забыла, как он называется. Да и не знала, на самом деле. Это горец. Ну вот он подгорает у меня. Ему нужно какое-то более тенистое местоположение. Маленькая азиаточка лилия. Тоже нужно ей найти. Будет местечко более достойное. И вот так вот выглядит, кстати говоря, говорила вам про перистую гвоздику. Вот так вот она выглядит после цветения. Ну вот видите, да, что? Очень неопрятный куст. Хотя аромат безумный. Пока не убираю. Пока оставляю. Вот такой чабрец у меня есть. Брегатный. Ну, в целом так, в целом так неплохо, да? Розочка Остинка на пересадку. Туда за болотный ирис. В парадный цветник. Это Личфилт Энджел. Ей, конечно, здесь жарковато. Не место. Вот это растение. Ну, вот это растение для более крупных садов. Это одна из кровохлебок. Ну, что-то я вот не в упаде, как говорится. Да, мне что-то она как-то не очень нравится. Мне больше нравятся такие, которые не вот с такими ёршиками цветов, а с такими плотненькими шишечками. Ну, и, конечно, кустяра огромный вырастает. Мне совершенно некуда такой куст посадить. Поэтому поедет к подруге, где много места. Поедет эта кровохлебка к подруге. Вот. И здесь освободится местечко. Ну, что ж. Джоанита. Джоанита. Маленький шрабик, раскидавшийся уже. Я не знаю, на сколько здесь. Ну, метра на полтора. Очень она мне нравится. Я даже оставила вот одно отсветшее соцветие. Потому что плодики еще у нее очень красивые. Может быть, еще оставлю соцветие, когда вот цветут. Очень красиво. Сейчас я обойду с той стороны. Красиво цветет в этом году. Аленушка. Клематис. Ну, вот очередная фуксия. Фуксия рыдаха. Такое было деревце чудесное. Это узвотное. Когда я его высаживала. И началась жара. Потом вот этот град. Вернее, сначала град. Побитые листья. Потом жара. Ну, я все равно не сдаюсь. Не сдаюсь. Хоть я и сократила коллекцию. Хоть я как бы пока так переключилась больше на розы. Потому что в этом году, конечно, от них отдача больше. Но я все равно их не оставляю. Я за ними слежу. Стараюсь. Ну, вот пока вот старания не окупаются. В этом году. Посмотрим, что дальше будет. Да, посмотрим. Вот был влажный год. И розы болели. И было прямо вот... Руки опускались с розами. Вот эти два года руки опускаются с фуксиями. Ну, розы я не оставила. И вот в прошлом году. И в этом году. Они прекрасно цветли и цветут. Надеюсь, что и будет и у фуксий праздник. Красивый бордюрчик получился у меня из частица шерстистого. Овечьи ушки. Вот он даже здесь подсвел. Ну, многие обрезают. Ну, я вот, по примеру, английских садов, я не обрезаю цветы. Но вот эти уже отцвели и легли. И, конечно, эти надо уже срезать. Пахизандра здесь принялась. И, конечно, ей нужно найти другое место. Это достаточно большое растение. Это пока вот совсем маленький кустик. Ну, вот она, Аленушка. Ну, просто милаха. Очень подходит ей это название. Аленушка. Ему. Клематису этому. Вот такая вот. Интергрифолия, по-моему, называется. Это форма клематисов. Которые сами не лазают. Которых надо подпирать. Я вот подперла его решеточкой. И, в общем-то, он молодец. Он, она. Он клематис. Она, Аленушка. Снимаю отсветшие цветочки. Периодически. С нее. С него. Красотулька. Красотулька. Очень приятный цвет. Ну, вот здесь мы с ним уже походили в прошлой части. Бордюрчик мой из Элмы. Вот здесь бордюрчик из Барвинка. Очень надежный почвопокровник. Очень надежный. Очень люблю. Очень декоративный. Вот. Хоть, казалось бы, банальное такое растение, но оно очень хорошо. Вот в саду, где есть растения солисты, в качестве вот окантовки, оправы. И, к тому же, прекрасно держит небольшие склоны. Вот здесь у меня склон. И хорошо он держится вот этим Барвинком. Стрижется, подрубается легко, цветет мило. Да, и разрастается. Да, вот это нужно будет все потом, конечно, подрубить, срезать. А вот винка. Винка, она, кстати, не так уж и сильно разрастается. Это более спокойный вариант Барвинка. Более капризный даже, можно сказать. Не цветущий. Но вот как вот бордюрчик такой более спокойный, без бешенства. Да, такого. Как вот сорняки у меня растут. Боже мой. Вот. Но вот можно будет использовать вдоль вот кирпичной дорожки там. В парадной части. И здесь, кстати, хороший. Хорошо, что я сюда залезла. Вот этот злак. Еще не выучила его название. Как-то нахэ называется. Не подумайте плохого. Это вот растение из сада Татьяны Паршковой. Одно из. И, конечно, нужно будет найти местечко получше. Это очень красивый злак. Очень красивый злак. Не смотрите, что он вот такой сейчас у меня. Но это была маленькая деленочка. И она пошла. Поэтому я очень рада. В видео о саде Татьяны Паршковой видны эти злаки. В обоих видео. Два раза я к ней ездила. Он рано развивается. То есть он уже вот к началу лета уже прилично так выглядит. И до самой осени. Красивый очень вариант. Найду название, подпишу видео. Вот это гвоздичка, кстати, тоже из сада Татьяны. Вот этот сорняк надо забрать, который я выдернула. Вот еще кусочек этого злака здесь у меня растет. И еще одна такая гвоздичка. Кандидат на пересадку. Даже знаю, куда есть место. Это бересклет. Бересклет крылатый. Стал наконец-то хорошо наращивать. И даже, смотрите, он у меня цвел. Надеюсь, будет все с ним хорошо. Ну, в общем-то, вот как-то и так, да? Посмотрели садик. Так, более подробно надо будет снимать. Вот сейчас у меня с розами я был такой у меня, интенсив с розами. А сейчас можно будет пройтись по садику, поухаживать. Флоксы почистить, покормить всех, хорошо полить. Где-то что-то подстричь. И можно будет по мере продвижения по саду снимать каждый отдельный цветник. Я еще весной хотела так делать. Но все, руки не доходили. И снимать каждый отдельный цветник, да? Чтобы прямо вот подробно, подробно, подробно. Что вот тут, вот тут, что вот, что, что, что тут растет. Как посажено, какие перспективы и так далее. Потому что в таком общем обзоре как-то вот не получается. Я мечусь туда-сюда, и это хочу показать, и это хочу показать. Ну, в общем, вот так вот. Хочу, знаете, на чем закончить? На лаванде. На лаванде и сравнительные характеристики с эсопом. Они сейчас оба цветут. Чудесно цветут. Лаванда, прямо обожаю ее. И эсоп. Эсоп считается русской лавандой. Ну, вы знаете, ну, не сравнить все равно. Вот не сравнить. Очень быстро теряет декоративность, укладывается. Все вот там вот это подсыхает. У лаванды тоже все подсыхает. Она такой же полукустарник. Ну, по сравнению, вот, вы видите, да? То есть, ни в какое сравнение не идут эти два куста. Два полукустарника, если быть точнее. Вот лаванда, вот эсоп. Так что эсоп убираем, лаванду оставляем. Это такой мой вывод. Шалфей Дубравный тоже иногда считается заменителем лаванды. Он хорош. Он хорош по-своему, но это не то. Лаванды однолетние я в этом году сажала. Нормандия называется. Нормандия сорт. Понравилась. Пока, конечно, вот за счет того, что была затяжная весна и не удалось вовремя высадить, рассада переросла. И я так понимаю, растение не показывает себя в полной красе. Но, тем не менее, тем не менее, я буду еще пробовать. Я буду еще пробовать. Скорее всего, лабелию я уже особо сажать не буду. Потому что у меня уже появилась вот эта виола витрока. Такого же цвета, замечательного, голубого. Они есть еще более яркие, белые. Вот эти. Сейчас их, конечно, не видно, да? Но это очень красивое растение. Поверьте, это очень красивое растение. Очень надежное растение. В саду у Татьяны Пашковой она себя показывает во всей красе. И поэтому, наверное, я заменю. Потому что возиться с рассадой – это отдельное удовольствие. Но посмотрю еще. Посмотрю еще. Пока сею. Особо подсаживать-то ее некуда, да? Получается. Если сейчас вот я здесь заполоню все, почему покровными, как и хочу, то некуда будет сажать мне особо лаванду. Поэтому с ней мы пока завязываем. Что вот, когда я вернулась, хотела уже заканчивать на лаванде, но вот увидела. В прошлом году у меня так красиво цвели уже в это время во всю вербены банарские. А в этом году, вот видите, только-только начинается развитие. Середина лета. Елки-палки. Вот такая была странная весна. Весна была очень-очень странная. Не сказать бы по-другому, но не буду говорить. Вот. Все мы и так все прекрасно знаем, что у нас происходит. Вот. Ну таки закончу я на лаванде, на ароматной моей. Это мне очень нравится. Снежная, динамичная, чудесная. На ней и закончу. Выращивайте цветы и будьте счастливы. Пока-пока. И дождь пошел как раз. Ну надо же, как вовремя я досняла. Все, пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...